Заметили ли вы, как ваша жизнь стала однотипной? Каждый день один и тот же досуг, одни и те же мысли, одни и те же проблемы, которые человек не привык решать. Каждый из нас находится в тюрьме своего тела и мышления, где кандалы мы надеваем на себя сами. Я часто рассказываю о полезных привычках и саморазвитии, но сегодня давайте поступим по-другому и поговорим о том, как быстро разрушить свою жизнь. Или как вы это делаете каждый день. Первое. Откажись от своих амбиций. Внутри каждого из нас лежит скрытый талант, который можно и дальше скрывать. Никогда не ставь целей, связанных со своей жизнью. Мечтай о том, что к тебе и твоему спектру интересов не относятся вообще. Забудь о том, в чем ты был хорош с самого детства и в чем всегда преуспевал. Чтобы начать завидовать и мечтать о том опыте, что ты поверхностно увидел в социальных сетях у людей, которые продают тебе образ успешного человека, чтобы зарабатывать на тебе еще больше. И пусть твои цели будут заведомо ложные, невыполнимые, нереалистичные и бессрочные. И да, не забывай в них же не верить. Поставь себе цель бросить курить, но всегда считай, что зависимость сильнее тебя. Поставь цель найти работу мечты, но считай, что это невыполнимо, и забей на образование и изучение новых навыков. Не каждому ведь везет, значит и тебе тоже. Второе. Путай любовь к себе с пренебрежением к себе. Ты наверняка слышал, что порой можно отоспаться весь день, можно купить себе газировку или заказать пиццу на вечер раз в неделю. Поиграть в любимую игру в свободный часик выходные. Они все правы. Поэтому каждый свой день ложись поздно, спи половину дня и всегда просыпайся разбитым. И обязательно на это пожалуйся. Вместо полезной пищи всегда ешь жирный фастфуд, утоляй жажду сладкими напитками и в каждый день развлечений и игры ставь выше своего развития. Деньги трать бездумно и на всякую херню, никогда не покупай что-то полезное для здоровья организма, не инвестируй в себя. Но пусть у тебя всегда будет телефон новой модели или еще одна вещь с маркетплейса, которую ты никогда не будешь носить. И никогда их не откладывай. Ведь купить себе кучу барахла это забота о себе. Нужно себя иногда радовать. А если берешь кредитку, то не думай о том, как правильно ей пользоваться. Ведь можно просто тратить деньги. Хотя на самом деле кредитке это очень удобно. И пользоваться ими нужно правильно. Ведь по ним можно получать высокий кэшбэк по специальным приложениям, которые недоступны по обычным картам. Например, всеми известная Тинькофф Платинум в новом ограниченном дизайне разных регионов России. Тигр олицетворяет Дальний Восток, Орел Кавказ, Олень по Волжье, Медведь Сибирь, Волк Урал или Апартью. А оформив карту до конца ноября, можно получить вечное бесплатное обслуживание. Помимо этого, у карты есть много других преимуществ. Кредитный лимит до 1 миллиона рублей, бесплатные переводы до 50 тысяч без подписки или 100 тысяч рублей с подпиской Тинькофф ПРО. Кэшбэк до 30%, конвертация бонусов 1 к 1 и рассрочка до 12 месяцев. Лично я пользуюсь ей как альтернативой дебетовой карте. По ней получаю процентный остаток, а по кредитке высокий кэшбэк. Переходи по ссылке в описании и успей оформить карту Тинькофф Платинум до 30 ноября, чтобы получить бесплатное обслуживание навсегда. Третье. Повторяй ошибки. Совсем не нужно на них учиться, это глупо. Жизненный опыт бизнесмена можно спокойно перенять, посмотря мотивационное видео, так и дальше лёжа на диване. И если ты совершил какую-то ошибку, заплачь, сдайся, возненавидь всех, а лучше повтори её. Если у тебя ничего не получилось с бывшей и вы уже три раза расходились, сойдись ещё раз, в этот раз точно получится. И пусть это будут максимально глупые вещи, в которых ты погрязнешь на несколько лет. Всегда поступай не по желанию и совести, а иди у других на поводу. Не умей отказывать другим. Поступай всегда так, как тебе неприятно, но зато всегда одинаково. Четвёртое. Не будь уверен в себе. Пусть твоя уверенность и харизма появляются тогда, когда в твой организм попадает капля алкоголя или никотина. Становись от этого зависим и обременяй себе мысль, что без дополнительного буста в виде веществ или определённой компании ты не сможешь стать тем, кем хочешь. Надейся, что этому помогут витамины, ноотропы, всё, но не твои действия. Не читай книги, не занимайся своей речью, не развивай свою харизму. Просто выполняй рутины и ежедневные действия и всегда надейся на волшебную таблетку, что и справится все твои проблемы. Зациклись на одном человеке, с которым ты будешь проводить время, и ощущай уверенность только рядом с ним. И считай, что это нормально, и он тебя дополняет, закрывая глаза на свою неполноценность и на то, что если ты хочешь чего-то большего, тебе нужно развивать себя и свои навыки, независимо от веществ и людей вокруг. Пятое. Торопись. Пытайся жить по рамкам жизни, в которой тебя закидывают общество, родители, друзья, а ты этому беспрекословно потакаешь. Женись в 20 после года отношений на человеке, в котором ты практически не уверен и нередко жалуешься друзьям о проблемах в отношениях. Купи квартиру в ипотеку, имея маленькую зарплату и практически нигде не бывая. Ведь зачем тебе узнавать, понравится ли тебе другая страна и другой город, когда родной город с высокой преступностью и низким уровнем жизни — родной. Ведь имея узкий кругозор, так легко быть в чем-то уверенным. Найди работу и никогда ее не меняй. Поступи на первую попавшуюся профессию, чтобы у тебя была ненужная корочка. Не обдумывай свои дальнейшие действия и перспективы такой жизни. Никогда не думай о последствиях, просто торопись и беги. И всегда мысли навязанными временными рамками. К 30 ты должен быть успешным, а 40 лет — это уже закат жизни. И без разницы, что это не так. Шестое — перекладывай ответственность и избегай рисков. Забудь о новых начинаниях и делай лишь то, что случайно попадается тебе в жизни. Никогда не проявляй инициативы в сторону своего развития. Всегда считай, что пробовать что-то новое — бессмысленно, ведь в самом начале ты ничего не умеешь, а изучать что-либо утомительное и долгое. Никогда не борись со страхом, и пусть он тебя всегда останавливает, насыщая тебя чувством неудовлетворенности и сожаления об упущенных возможностях. Но все равно ничего не предпринимай, чтобы избавиться от этого чувства. И будет еще лучше, если ты будешь считать, что в твоих бедах виноват кто-то другой, и судьба к тебе несправедлива. Твои проблемы должен решать не ты, а твои родители, твои друзья, близкие или вовсе люди из интернета, что почему-то тебе что-то додолжны. Седьмое. Обязательно найди, кого ненавидеть и обсуждать. Обсуждать инфобизнес, блогеров, стримеров гораздо интереснее и насыщеннее, чем решать свои проблемы. Особенно люби наблюдать за интернет-фриками и считай, что ты выступаешь за справедливость. Ты против деградации. Хотя на самом деле даешь таким людям больше трафика, тратишь свою энергию в пустоту, а мог бы потратить ее на себя. Ну зачем тебе это? Если тебя бесит видео или комментарии в интернете, обязательно потрать свое время на спор в комментариях и высказывание своего мнения среди таких же наивных людей, которые считают, что они занимаются очень важным делом. Принцип козла отпущения работает и будет работать всегда. Человеку гораздо проще обвинить в своих ошибках своего коллегу, своего знакомого. Или вовсе гороскоп, расклад карт и незнакомца в интернете, чем начать напрягать свои мозги и начать фокусироваться на чем-то другом. Не только на ужасном и тупом. Всегда обвиняй других людей. Всегда думай о плохом. Обсуждай плохие новости и события. Говори о плохих людях. Сплетничай и обсуждай своих друзей и одноклассников. И во всех ситуациях видь только потенциальные негативные сценарии. Начни ненавидеть людей по принципу нации, религии, их месторождения. Пусть твоя энергия тратится на что-то пустое и бессмысленное. Ни в коем случае не трать ее на себя. Восьмое. Накручивай себя. Будь пессимистом по жизни. Всегда думай о том, что тебя обсуждают, тебя ненавидят, тебя высмеивают. Посмотри на свой прыщ и подумай, как на него все обратят внимание сегодня. Катастрофизируй абсолютно все и думай, что именно это и произойдет. При этом будь уверен, что только твоя логика и ход мысли надежны. Но не в том смысле, что ты будешь уверен в своих действиях и будешь всего достигать. Нет, это глупо. Думай о том, что ты ничтожество. Тебя никто не любит. И никогда не поддавай эти мысли сомнению. Если они сидят в твоей голове, тебе незачем искать их первоисточник и от них избавляться. Девятое. Потребляй. Живи чужими жизнями, живи в социальных сетях и всегда потребляй больше, чем созидаешь или производишь сам. Постоянно играй в игры и смотри те кто, кириллсы, шортсы. Можно их все сразу. Читай новости, а точнее их вырезки и заголовки. Смотри мемы. Пусть твое экранное время составляет большую часть твоего дня. Жертвуй ради него сном. Пусть благодаря нему у тебя развиваются проблемы с осанкой, со зрением, порой даже с коммуникацией и социализацией. А вместе с этим начнут развиваться зависть, проблемы с самооценкой, чувство собственной неполноценности. Пусть это тебя отвлекает и останавливает от своих целей. Отвлекайся каждые несколько минут, прокрастинируй, разрушь себе представление о настоящем удовольствии и всегда развлекайся только в виртуальной среде. Не забудь о просмотре порно, никогда не читай книги и особенно что-то длинное. Ведь длинные посты читать лень, правда? Уж лучше об этом написать комментарий, чтобы показать всем, какой ты необычный. Десятое. Живи на автомате. Мысли в том русле, что каким вырос, таким стал. Все решено заранее. Не нравится тело? Не занимайся спортом, откладывай это до последнего. Проблемы со здоровьем? Не иди к врачу и не проверяй организм регулярно. Это трата денег и времени. У тебя есть комплексы и проблемы, не решай их и замыкайся в себе. Ни в коем случае не решайся пойти к психологу. Они лишь из тебя деньги выкачивать будут. Твои родители принуждают тебя поступить туда, куда они считают нужным. Не спорь с ними и послушайся их, даже если ты всем сердцем будешь ненавидеть свою профессию и место обучения. Просто трать свое время и плыви по течению. Никогда не решай проблемы во взаимоотношениях к диалогам. А если проблемы игнорировать и старательно умалчивать, скрывать и незамечать, они пройдут сами. Ведь так? Запусти свою жизнь, свои болезни, свой достаток. Просто плыви по течению. И само собой, жалуйся. Напиши комментарий о том, как у тебя ничего не получается, как у тебя нет сил на действие, как у тебя нет мотивации. Считать, что ты не такой, как все, надеяться на поддержку от таких же мало озабоченных своей реализацией в жизни людей не делает тебя менее жалким. Это лишь помогает забыть об этом и той куче проблем, что ты для себя создал. И оно к лучшему. Используй своих друзей как плечо для слез. И будет еще лучше, если ваше общение будет целиком и полностью состоять из обсуждения твоих проблем. Ведь другие темы или проблемы твоего друга тебя не интересуют. Ты хочешь, чтобы слушали только тебя. И пусть все твои проблемы заключаются в том, что ты не можешь себе признаться, что ты ленивый, слабый, трусливый, а решения лишь в действиях, которые ты не хочешь начинать. И да, смотри больше видео по саморазвитию только как средство оправдания своего потраченного времени. Но никогда не применив советы на практике и дальше ничего не меняя. Но все мною сказанное, разумеется, не более, чем способ донесения информации. Чтобы вы посмотрели на то, как делать не стоит, или посмотрели на себя и свою жизнь со стороны. И ключевая мысль и решение всех озвученных проблем – ваша жизнь лишь в ваших руках. А значит, в твоих руках решение. Продолжить дополнять список из этого видео, либо начать действовать. Субтитры создавал DimaTorzok